Девственница 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 Музыкальное оформление Рамула Гарриев Оператор Рафаэль Марин Режиссер Тони Родригес Девственница 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 Женщина. Как ее зовут? Энрикета. Энрикета. Меня удивило ее поведение. Я представляю, ты весь на нервах, а она как ни в чем не бывала. На самом деле, находясь там... Монолита, не переживай, дорогой. На эту женщину может обрушиться здание. И ты не увидишь ни слез, ни чувств, ни страха. Ничего, дорогой. Она все держит под контролем. Неужели? Монолита, ты будешь говорить мне, я давно работаю с ней. Она не женщина, а рабочая машина. У нее совершенно нет чувств. Мне чуть инфаркт не хватил, когда я увидела вас в обнимку. Что там произошло, Монолита? Расскажем. Предупреждаю. Я рассказываю, что произошло, потому что я так решила. А не потому, что мой долг отчитываться перед тобой о том, что я делаю со своей жизнью, а чего не делаю. Также хочу подчеркнуть, Армандо, между нами ничего нет. Ничего. Ничего? Да, ничего. Я хочу, чтобы ты уяснил эту деталь. И также хочу прояснить, что между мной и незнакомцем тоже ничего не произошло. Да, хорошо. Я малое дитя и проглочу эту историю. Это твое дело, Армандо. Я рассказываю тебе, что произошло, как товарищу по работе. У меня клаустрофобия. О чем ты знаешь лучше других? Именно так, Энрикетто. Я оказалась заперта в лифте. Начала нервничать. Со мной был только он, таинственный незнакомец, который любезно пытался успокоить меня. Вот и все. Энрикетто, тебе это не идет. Я тебя прекрасно знаю. Ты меня обманываешь. Мне жаль тебя, Армандо. Я могу только добавить, что нам больше не о чем говорить. У меня много работы. Так что буду тебе благодарна, если ты уйдешь. Не успела я прийти. Сначала появился сеньор Альфредо, который набросился на меня с кучей вопросов. Лучше я не буду об этом говорить, а то я начинаю нервничать. А теперь еще ты. Это нельзя оставить на потом. Нет. Боже, ну и дела. Я тебе скажу одно, Дэвид. Я надеюсь, что это что-то важное, иначе я стану демоном Тасмании и буду докучать тебе весь день. Конечно, это важное. Разумеется. И знаешь почему? Потому что речь идет о моем достоинстве. Не волнуйся. Я задам тебе всего один вопрос. Инесс? Да, шеф, слушаю. Мне нужно знать, пришла ли сегодня на работу Хуана Перец. Фотограф. Ничего особенного. У нее началось как бы тебе объяснить что-то типа клаустрофобии. И она занервничала. Она нервничала? Конечно. Все, как я говорю. Мне трудно поверить, что Энрикета потеряла контроль. Нельзя сказать, что она потеряла контроль. Скорее, это было беспокойство, откроется лифт или не откроется. Я предложил ей свою защиту. Так, на всякий случай. Защиту от чего? Ты не знаешь, Бранди, при неожиданном падении лифта... Да, может быть. Командирша становится на линии войны под охраной избранного ею солдата. В этом случае им оказался ты. Да, что-то типа этого. Эта женщина нахалка. Оппортунистка высшей степени монолитов. Всегда такая суровая, такая уверенная, но использует в качестве счета нас, находящихся в ее распоряжении. Да, так и было. Она командир, а я солдат. Звучит неплохо. Всякий раз, когда я приближался, чтобы поговорить с тобой, я полностью отдавался тебе. И знаешь почему? Потому что я впервые в жизни чувствовал, что имею дело с чистым, чувственным человеком, разумным человеком, наполненным цветом. Постой, я ничего не понимаю, Давид. Я совсем запуталась. Ты можешь сразу перейти к сути, чтобы я тебя поняла. Нет, нет, ты можешь хоть на секунду забыть о себе. Речь идет о моем достоинстве. Я знаю, что тебе наплевать на чье-то достоинство. Я это знаю. Но я чувствую себя вправе потребовать у тебя ответ. Будь любезна, остановись. Ты не будешь говорить со мной таким тоном. Однажды ты уже сделал это, и я почти поставила на тебе крест, Давид. Я не сделала это, потому что решила, что твои извинения были искренними. Но знаешь что? Я думаю, я ошиблась. Нет, это я ошибся. Это я ошибся, признавшись в моих чувствах. А ты ускользала от прямого разговора. Ты ходила кругами. Вместо того, чтобы быть честной. Чтобы быть честной со мной, Хуана. Давид, я думаю, это слишком несправедливо. Нет, нет, постой. Хуже всего, что я вручил себя тебе, понимаешь? Предложил тебе мою дружбу. И что произошло? Я понял, что ты обращалась со мной, как с насекомым. Я ничего не понимаю. Ты можешь задать, наконец, вопрос, который хочешь задать, и покончим с этим раз и навсегда. Скажи, как долго ты собиралась это скрывать? Как долго? Ты считаешь, было необходимо обманывать нас? И теперь я спрашиваю, это правда? Теперь я спрашиваю. Ты беременна, Хуана Перес? Ты забыла? Хуана Перес. Синьор Маурисио, я спросила, мне сказали, что фотограф пришла. Вы хотите, чтобы я ее к вам пригласила? Да, пожалуйста. Маурисио, мы можем поговорить? Энесс, подожди, я сообщу тебе, когда ее найти. Хорошо. Что случилось? Я думаю, об этом и не верю. Ты не поверишь, когда я тебе расскажу. Где ты ее взял, Давид? Ты ждешь ребенка? Скажи мне правду. Да. Да, да, я беременна. Боже мой. Это происходит не со мной. Это какой-то дурной сон. Нет, это не может происходить со мной. Знаешь что? Я не знаю, какой глупец сказал, что вселенная содействует, чтобы твои мечты становились реальностью. но все наоборот. И мы с тобой доказательство этого. Давид, ты понятия не имеешь, какой была моя жизнь до этого. Ты понятия не имеешь, что со мной произошло, Давид. И что ты можешь сказать? Ты будешь прикидываться, обманывать. Обманывать людей, которые искренне беспокоились о тебе. меня, который помогал тебе с самого начала с закрытыми глазами. Настолько закрытыми, что упустил много шансов с женщинами, которые гораздо лучше тебя. Ты не имеешь права так со мной говорить, Давид. Ты понятия не имеешь, что со мной происходит. Нет, напротив. Теперь я знаю, что с тобой происходит. Теперь да. И знаешь что? Мне все равно. Мне совершенно все равно. Я узнал об этом в самой патетичной форме. Из газеты. Это все равно, что из анонимного источника. Мне нужно знать, кто еще прочел эту газету. Скажи мне. Если знаешь. Тебе стоит большого труда забыть о себе. и хоть на секунду встать на мое место. Если ты... если ты не можешь видеть моими глазами и слышать моими ушами, я прошу тебя, хотя бы почувствуй то, что чувствую я. нет, Маурисио. С мужчиной так не поступает. Посмотри на нее. Она была такой... такой непреклонной со мной. Ну, она такая, Армандо. Ты никак этого не поймешь. Ты супер-мачо, а Энрике это феминистка. Феминистка? Вы как вода и масло, брат. Эта женщина не для тебя. Вы несовместимы. Как это не для меня? Любая женщина может быть для меня. Хотя женщина, которая даже не умеет приготовить сэндвич, меня не интересует. Естественно, не интересует. Это видно за версту. У тебя на лице написано. У меня есть самолюбие, брат. Есть гордость. Здесь все знают, что я с ней встречался. А я как дурак прислал ей в офис цветы. И что она сделала? Раздала их всем. Я помню, в этот день все женщины уходили с работы с цветами. Да, да, но сегодняшний случай не имеет названия. Такая самодостаточная. Такая суровая и непреклонная со мной закрывается в лифте с незнакомцем. И это еще не все. Что еще? Когда лифт открылся, она стояла в обнимку с этим типом. Такая беззащитная, испуганная девочка. Бедняжка. Я не понимаю, как она посмела сделать мне такое. Почему ты ничего мне не сказала? Почему ты скрывала от меня все это время? Давай будем справедливыми. Давай проясним это раз и навсегда. Я не хочу быть жестокой с тобой. Я всегда старалась не обидеть тебя. Моя единственная ошибка, что я сразу не расставила все точки, чтобы не возникло этой путаницы. Но я не понимаю, зачем было лгать? Давид, я никогда тебя не обманывала. Если ты успокоишься, подумаешь, вспомнишь, я никогда не обманывала тебя. Никогда. Ты мне сказала, что у тебя проблема, но не сказала, какая проблема. А ты не понимаешь, насколько это лично? Настолько лично, что теперь ты сенсация квартала. Для меня это не счастье, Давид. Ты думаешь, меня не огорчает то, о чем ты только что прочел? Ты думаешь, мне это нравится? Мне тоже. Но речь идет не только о новости, что ты беременна. Речь идет, Хуана, что я... я ждал тебя, что я все выстраивал так, чтобы ты чувствовал себя довольный, защищенный. Как один из вымирающих видов, которых ты пытаешься защитить. ты говоришь об этом шутя. Но я думал о тебе. Я думал о тебе, как о редком виде. Уникальном. Но знаешь что? Я понял, что ты одна из многих. У тебя даже есть жених, раз ты забеременела. Кстати, скажи мне, я его знаю? Я знаю отца твоего ребенка. Даже он не знает, что я беременна. И никогда не узнает. А сейчас я попрошу тебя оставить меня одну. Пожалуйста. Знаешь что? Время, когда я цеплялся за тебя, закончилось. Осталось позади. Это осталось позади. В добрый час, подруга. В добрый час. Я тебя больше не побеспокою. Никогда. Судя по описанию, которое дала Дора, я полагаю, ты оказался запертым в лифте с нашей начальницей. Да, так и есть. Мануэль, Пэрис, очень приятно. Очень приятно, Биби. Дорогой, здесь сплетни не разлетаются, они разносятся электромагнитными волнами. Пойдем в мой кабинет. Проходи. Какая эгоистка, увела его. А он такой красавчик. Поспокойся, нельзя все время ревновать. Нет, дорогая, я в таком состоянии весь год. Конечно, я всегда ревную того, кто это заслуживает, а этот парень вовсе не дурен. Ну, не знаю. Теперь я все понимаю. И вот почему сеньор Альфредо так со мной говорил. Задал кучу вопросов. Об этом все уже узнали. Аурисио тоже знает. Все, Энрикетто, ничего не произошло. Все вернулось в нормальное русло. Ты больше никогда в жизни не увидишь этого мужчину. Водитель? Можно? Ты нашла Хуану? Нет, не нашла. Но со мной пришел человек, который хочет поговорить с вами. Человек и кто это? Разрешите? Мне нужно поговорить с вами. Простите, но я вас не знаю, так что не думаю, что нам есть о чем говорить. Энрикетто, дело в том... Бранди, я тебе тысячу раз говорила, что если кто-то хочет поговорить со мной, он должен попросить о встрече заранее, сообщив, кто он и что хочет. Да, Энрикетто, дело в том... Бранди, ты не поняла, что я сказала? Да, Энрикетто, но... Вы договорились о встрече со мной? Вообще-то нет. Тогда до свидания. Энрикетто, я хочу сказать... Сеньор Энрикетто, мне нужно поговорить с вами о моей племяннице. Что? Сеньор дяди Хуана. Это я и пыталась сказать тебе. Фотографа? Совершенно верно. Он хочет поговорить с тобой о ней. Так что с вашего позволения. Кто-нибудь видел Хуану? Почему ты не сказала мне правду? Я бы избежал роли дурака, который играл по твоей вине. Успокойся, брат. Отныне у меня начнется Энрикетто хобби, потому что так не поступают с мужчинами. Инесс? Слушай, сеньор. Найди фотографа, скажи, чтобы она пришла в мой офис. Сейчас. Алло, сестренка. Ты не знаешь. Подожди минуту, дорогой. Меня мама. Это Альфред. Потом расскажешь. Я слушаю. Миссия выполнена. Если ты хотел заставить эту малышку страдать, ты своего добилась. Она чудом не упала передо мной в обморок. Правильно сделал, чтобы она перестала крутиться вокруг Мауриси. Расскажи, что ты ей сказал. Ты ее разоблачил? Я сказал, что перед поступлением на работу нужно сделать анализ крови, чтобы доказать, что она не беременна. Ты бы ее видела, как она поблиняла. Надо было ее сфотографировать, Альфредо. Как же я пропустила такое. Сестренка, в следующий раз. Могу тебе сказать, я получил большое удовольствие, видя, как она нервничала. Неужели у нее хватило наглости отрицать, что она беременна? Она ушла от ответа. А чего еще ты ждала? Ты же знаешь, как я не... Бестыжие. Почему ты не сказал прямо? Я тебе говорил, так лучше. Вот ты видишь, она повесится на собственной веревке. Она долго не выдержит и сама признается. Я в этом уверен. Хорошо, братик, я на тебя рассчитываю. Целую крепко. Пока. Что? Война объявлена, верно? Если газета была у Давида, значит, все уже знают об этом. Прости, пожалуйста, тебя хочет видеть сеньор Моурисио. Конечно, я не знал, что вы начальница моей племянницы. И после того, что произошло в лифте, я меньше всего предполагал... В лифте? Да, конечно. Что произошло между нами, пока мы находились... Между нами. Вы меня простите. Во-первых, прежде чем начать говорить, вам следовало бы представиться, потому что я вас не знаю. и я не знаю, что вы говорите. Постой, постой. Ты можешь не беспокоиться. Я не собираюсь говорить о том, что произошло. Вы меня простите, но я не знаю, о чем вы говорите. Что? Что слышали? Я не только не знаю, кто вы, но и не понимаю, о каком лифте вы говорите. Выпей со мной. Выпей со мной, потому что есть что отпраздновать. Конечно, и у тебя есть такая причина. Всякий раз, когда я сваливаю очередную стерву, которая цепляется к твоему отцу, я открываю шампанское. Бог правильно сказал, не возжелай мужчину ближнего. Эти бесстыжие грешницы получают по заслугам. Пусть они горят в аду. Все. Мама, я столько тебя критиковала. Даже не знаю, что сказать. Теперь я сама напилась из этой чаши. Не мучь себя, дочка, и не стыдись, что ты похожа на мать. Скорее, благодари, что я научила тебя защищать свое. Ты знаешь, что такое отрицать беременность? На что она рассчитывает? Все-все равно об этом узнают. Разве что она будет затягиваться девять месяцев. Ты думаешь, она способна на такое? Моя святая, даже не сомневайся. Это делает практически все потаскухи, в том числе и семнадцатилетние. Если она не скажет раньше, через месяц все равно станет известно. Я должна сказать ему. Я должна это сделать. Все равно через месяц мне пришлось бы уйти. Ну и хорошо, что об этом напечатали в газете. Так даже лучше. Теперь только осталось сказать Маурисю. Если бы прошел месяц, а я бы не решилась сказать, что бы он обо мне подумал. Маурисю. 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 Поэтому я хотел поговорить с вами. Для Хуана это совершенно новая ситуация. Ей пришлось неожиданно прервать учебу и начать работать. Будучи несовершеннолетней. Именно. Вы принесли разрешение родителям? Матери, потому что отца у нее... Нет. Именно так. Я хочу сказать, что Хуана серьезная, честная и порядочная девушка. У нее есть семья, которая ее поддержит в любой момент. Я думаю, это очень хорошо, что вы пришли, сеньор Леонель. Мануэль. Мануэль Перес. Очень хорошо. Я понимаю вашу озабоченность, сеньор Мануэль. Но вы тоже должны понять, что в наше время мы, женщины, должны отказываться от привязанности и даже от чувств, чтобы существовать в мире цифр, бизнеса и конкретики. Да, я понимаю. Но я также знаю, что если женщина отказывается от самой себя, она рискует оказаться в экстремальной ситуации. А если вы так говорите? Я знаю, что говорю, поверьте. Мне кажется, что вы пытаетесь перевернуть страницу и все забыть. Но позвольте вам сказать, я знаю, что такое химия. Я абсолютно убежден, что в лифте была целая лаборатория ощущений, запахов, физики, биологии, анатомии и физиологии. Альфредо, ты можешь оставить нас одних? Конечно, отец. Как скажешь. Извините. Рафелио, что это? Сначала ты уводишь меня из моего офиса при Армандо, а теперь просишь сына оставить нас одних. Ты можешь объяснить, что с тобой происходит? Со мной происходит то, что ты мне слишком нравишься. Я не позволю, не позволю тебе играть со мной. Дора, дорогая, ты случайно не видел мою газету? Недавно пришел Давид и забрал ее. Что? Забрал? Ну, как он мог забрать ее? Я же еще не читала. Успокойся, он обещал вернуть, когда прочитает. В чем проблема? Надеюсь, что вернет. Не делай наивное личико. Ты прекрасно знаешь, что я без ума от тебя дозираю. Рафелио, пожалуйста. Я перевернул небо и землю, чтобы удовлетворить твой каприз работать в этом журнале. Я тебе благодарна, Рафелио, но... Ты меня благодаришь, играя со мной, правда? Нет. Дозире, ты думаешь, я дурак или что-нибудь подобное? Рафелио, зачем ты говоришь такую глупость? Ты знаешь, что я тебя очень уважаю. Да, конечно, ты меня уважаешь. И доказываешь, это играя со мной. Довольно грязно. Я не знаю, почему ты так говоришь, Рафелио. Я прекрасно видел, как ты смотрела на Маурисио. Я не слепой. Я смотрела на Маурисио? Нет, Рафелио, позволь тебе сказать, что ты ошибаешься. Старый лис не ошибается. Я понимаю, что твой настоящий интерес. Это Маурисио. Что я должна была сказать? Что я к нему чувствую? Потому что это единственная правда, которую я не сказала. Инесс, ты нашла Хуану? Я попросила ее зайти в офис, сеньора Маурисио. Зачем? Ты ей не сказала, что ее ждет Энрикета? Бранди, приоритет за шефом, он хозяин. Давид, отдай, пожалуйста, мою газету. Да? Попроси у Хуаны, она оставила ее себе. Хорошо. Я купила газету и прочту ее последней. Сеньор Лионель. Мануэль, я вам сказал, меня зовут Мануэль. Очень хорошо, сеньор Мануэль. Видите, я даже не могу запомнить ваше имя. И я тем более не могу помочь вам в истории, которая родилась в вашем воображении. Что вы говорите? В моем воображении? То есть, это я сказал, подумай только, вы последний человек, которого я вижу при жизни. Я так сказала? Как патетично. Да, да, и так же сказали, я столько времени пыталась быть сильной, суровой, а оказывается, что я такая же женщина, как любая другая. Патетично и смешно. И чтобы освежить вашу память, вы также сказали, я была дурой, которая прожила жизнь неправильно. А после этого вы меня обняли и поцеловали. Сами. А знаете что? Если бы эта история была реальной, а вы были бы джентльменами, вы бы никогда ее не повторяли. Инесс, прости, я могу поговорить с сеньором Урисе? Держу паре, это моя газета. Я все утро ее ищу. Зачем? Прости. Спасибо. Просто здесь все привыкли брать чужого. Можешь зайти к нему, пока он один. Заходи. Он ждет. Спасибо. Это я, Хуана. Входи. Боже, почему Хуана на первой странице? Проходи, садись. Не стой там. Я предпочитаю остаться здесь. Мне так удобнее. Ну, как хочешь. Почему ты так на меня смотришь? Ты уже знаешь, да? Ты на меня сердишься? Узнал о чем. Что с тобой, Хуана? Тебе кажется, что я к тебе изменился? Это хорошо, хорошо. По крайней мере, я сама скажу тебе об этом. А вот теперь я начинаю беспокоиться. Ну, еще бы. Конечно, ты должен беспокоиться. Я не знаю, как бы я себя повела, узнав о таком. Я не знаю, как ты себя поведешь. Итак. Какую серьезную ошибку может совершить такая добрая и такая ласковая девочка? Я была нечестна с тобой. Я слушаю. Ладно. Хорошо. Я беременна. Думай, только вот так сюрприз. Хуана девственница. Ужас какой. Ой, нет. Стоп, стоп, стоп. Хуана девственница. Ну, конечно, Инесс. Она и есть та девушка, подруга Бранди, которая забеременела, оставаясь девственницей. Нет. Инесс, подожди. Подожди минутку. Переведи дух, а то тебя удар хватит. Ты меня слышал? Да, да, конечно. Тогда почему ничего не говоришь? Потому что разочарован во мне, правда? Это последнее, что ты от меня ожидал. Нет, нет, солнце, это не правда. Конечно, нет. Да, это правда, я знаю. Знаю, что ты обо мне думаешь. Я понимаю, конечно, понимаю. Да нет, разумеется, ты ничего не знаешь. Ну, конечно, знаю, знаю. Потому что я не должна была скрывать это от тебя, особенно в связи с работой. Но я пережила столько стыда после того, как это случилось. Я хотела, чтобы ты был последним, кто узнает об этом. Я бы не выдержала, если бы твоё отношение ко мне изменилось. Солнце, посмотри на меня, пожалуйста. Посмотри на меня. Ты видишь, что я смотрю на тебя по-другому? Видишь или нет? Ну, не нужно так. Когда я смотрю на тебя, я теряюсь в твоих глазах. Я запутываюсь ещё больше. Все реагировали одинаково, узнав об этом. Я не понимаю, почему ты должен реагировать по-другому. Ты ведь думаешь обо мне плохо, правда? Ну, скажи честно, ты думаешь обо мне плохо? Хуана. Нет, нет, я знаю. Тебе незачем притворяться. Ты разочарован, правда? Ты чувствуешь, что я тебя обманула. Правда? Ты думаешь, что я ужасная. Ты даже можешь спросить, виновата ли я в этом... Виновата? Да. Не надо так, Соленов. Не притворяйся. Ведь я виновата. Я не только жду ребёнка, я ещё и обманула тебя. Я знаю, ты больше никогда не сможешь мне доверять. Нет, нет, нет. Нет, солнце, нет. Это не так. Я считаю, это очень благородно с вашей стороны, что вы пришли сюда, чтобы поручиться за свою племянницу. Как хорошо. Хоть в чём-то вы со мной согласны. Да, но я думаю, что вам больше не следует приходить в журнал. Простите? Это правда, ваша племянница слишком молодая, но она производит впечатление человека, крепко стоящего на земле. Если вы будете приходить, никто не станет воспринимать её серьёзно. Вы же понимаете это. Да, я понимаю. Вы, кажется, правы. Спасибо. Хоть в чём-то вы согласны со мной. Вы не можете отрицать, сеньор Мануэль, что я посвятила вам достаточно времени. Думаю, нам больше не о чём говорить. Нет, нет, минутку. Что это значит? Я ничего не понимаю. Ты не собираешься ничего сказать по поводу того, что произошло в лифте? Вы так и будете цепляться за фантазию, рождённую в ваших головах? Это же никакая не фантазия. Ты хочешь, чтобы я сошёл с ума? Скажи неправду. Я не уйду из этого офиса, пока ты не признаешь, что мы были заперты в лифте. Хорошо. Оставайтесь. У меня очень много работы. Было приятно познакомиться с вами, сеньор Лионель. Мануэль. Мануэль Пэрес. И в довершение, она оставляет меня одного. И она не вернётся в офис, пока я не уйду. Если бы эти поцелуи не были такими фантастическими, я бы усомнился, был ли этот случай с лифтом. А может, и не было? Давай сядем и успокоимся. Успокоимся? Успокоимся? Это означает, что ты должен успокоиться, да? Ты на меня злишься. Солнце. Ты разочарован во мне. Пожалуйста, не воспринимай плохо всё, что я говорю. Я стараюсь найти слова, подыскать. Ну, конечно, слова, чтобы выразить гнев, потому что я тебя обманула, правда? Нет. Честно говоря, было бы лучше, если бы ты меня осудил. Ну, не молчи, отругай, скажи, что ты чувствуешь. Солнце, послушай меня. Во-первых, вспомни. Мы друзья. А друзья доверяют, а не судят. На, возьми. Не надо. Ещё один платок. Ещё один платок. Помнишь, ты мне уже давал платок, и я его тебе не вернула? Конечно, да. Воровка платков. Не важно, Солнце. Возьми его и оставь себе. Выбрось и сделай, что хочешь. Ты думаешь, меня это волнует? Как красиво. Беременная. 17 лет. Обманщица и воровка. Та ещё штучка. Солнце, когда я в тот раз дал тебе платок, ты плакала из-за этого? Да. Я только что узнала о беременности, но помнишь, а в тот день ты завёл разговор о детях, сказал, что только на них обращаешь внимание, поэтому я так нервничала. Да, конечно, нам обоим было очень плохо. Я встретил тебя в приёмной, ты сильно плакала, вот как сейчас. Плакала по той же причине, что и сейчас. Но, пожалуй, сейчас у меня больше причин для слёз. Больше? Конечно. Потому что мне тяжело говорить тебе об этом после того, как я призналась в своих чувствах к тебе. Я вижу, что твой сад с каждым днём становится всё чудеснее, дочка. Да, мама. Теперь, когда я успокоилась, я буду получать от него больше удовольствия. И не только от сада, но и от дома, потому что мы с Маурисио мечтали об этом. Твоё спокойствие объясняется? Я уверена, что эта девушка беременна и уверена, что не от Маурисио. Дочка, я вижу, что всё в жизни имеет хорошую сторону. Невозможность с Маурисио иметь детей гарантирует, что ни в одном животе не растёт ребёнок с генами твоего мужа. А я ещё с этой неоправданной ревностью. Какой я была глупой. Как видишь, иногда женский инстинкт подводит. Я знаю, что ты думаешь. Я знаю, ты думаешь, я сумасшедшая, да? Сумасшедшая, которая прыгает по жизни туда-сюда. Которая даже не подумала, что ты женат. Что? У неё растёт живот. Просто взяла и сказала, что сказала. Ты, наверное, думаешь, что я забеременела от первого мужчины, который встретился на моём пути. И что мне даже не хватило ума предохраняться. Или, возможно, ты думаешь, что я сделала это признание, чтобы навязать тебе ребёнка. Я знаю, что обо мне говорили. Знаю, что говорили за моей спиной. А когда появляется возможность, мне говорят в лицо. Говорят просто ужасные вещи. Я знаю, что ты думаешь. Знаю, ты думаешь обо мне то же, что и другие. Не скрывай, скажи это. Посуди меня, Маурисио. Я всё пойму. Солнце, ты очень заблуждаешься. Ты не даёшь мне сказать? Я не хочу, чтобы ты что-то говорил. Я просто это не выдержу. Я не смогу так. Малышка. Я знаю, ты сейчас притворяешься. Но я бы не выдержала. Я бы не выдержала, если бы твоё отношение ко мне изменилось. Ты ведь не думаешь обо мне как раньше, да? Ты изменился. Это правда. Я не думаю о тебе как раньше. Ну вот видишь. Нет, нет, нет. Это не то, о чём ты думаешь. Абсолютно, солнце. Я хочу, чтобы ты знала. И я говорю тебе об этом, положа руку на сердце. Солнце, я на твоей стороне. Я здесь, чтобы тебе помочь. Правда? Правда? Клянусь жизнью. Нет, это не правда. Это сон какой-то. Бранди, скажи Хуане, что я уже поговорил с её начальницей. И так же рассказать ей об эпизоде в лифте? Бранди, будь осторожна. Я прошу тебя, не рассказывай об этом. Это не имеет значения. Я чувствую, что это решение далось Хуане с трудом. Я не знаю, хорошо ли она поступила или плохо. В любом случае, поскольку я всегда поддерживал её, я хочу, чтобы она чувствовала, что я, как всегда, рядом с ней. Ты скажешь ей? С удовольствием. Ты прелесть. Давай я тебя поцелую в качестве компенсации. Ты говорил, как настоящий дядя. Я выполняю мой долг. Ты не хочешь быть моим дядей? Ты почти моя племянница. Разве ты не сестрёнка Хуаны? Конечно, сестрёнка. Вместе навсегда. Будь любезна, скажи ей это. Идёт. Пока. Пока. До свидания. Пока. Нет, нет. Ты хотя бы должна сказать мне его имя. Скажу, когда подрастёшь. Я не слепая. А ты не немая. Так что скажи мне хоть что-нибудь об этом красавчике. Он слишком красив. Рахель, а сколько ещё времени я буду сидеть с тобой в этом офисе? Сколько понадобится, Дезире? Сколько раз я должна объяснять? Маурисио для меня. Муж моей подруги. Как он, так и она были очень добры со мной. Не стану отрицать. Я кое-что чувствую к Маурисио. Да, чувствую. Но это не то, о чём ты думаешь. Да-да, конечно. До завёрсту видно, что ты таешь перед ним. Нет, нет, Рахель, минутку. Будь любезен, не заблуждайся. Я испытываю к Маурисио глубокую благодарность. Да? А ко мне, Дезире? Ко мне ты тоже испытываешь благодарность. Я не хочу, чтобы ты думал, что мои слова тогда были ложью. Я говорила правду, когда призналась, что впервые влюбилась в мужчину. Нет, нет, я в этом не сомневаюсь. То есть это означает, что я ни с кем не спала. Ты понимаешь это? Да как же ты поймёшь, если я сама не понимаю. Потом начала думать, сопоставлять, и наконец поняла, что со мной произошло, и как это произошло. Это просто ужасно. И, возможно, я могу понять больше, чем ты думаешь. Боже, этого не может быть. Ты на меня не сердишься? Ну почему ты не сердишься? Я думала, ты разозлишься. Ты меня слышишь? Я тебе говорю, что я беременна, понимаешь? А ты даже не спросишь, спала ли я с кем-то когда-нибудь, или не спала. Ты похож на священника. А ты хотела бы, чтобы я в тебе сомневался? Да нет, конечно. Конечно, нет. Я не знаю. Я не знаю, чего хочу. Я не знаю, чего хочу. Да и зачем говорить, чего я хочу, если со мной происходит всегда то, чего я не хочу. Ты не спросишь, как я забеременела? Ты не хочешь знать, как я забеременела? И к тому же оставалась девственница. Ты ведь не думаешь, что это моя выдумка, правда? Ты мне веришь? Ты не представляешь, что я думаю. Ну, конечно, я знаю, что я не дева Мария. И это не непоручное зачатие. Но я этого не хотела, клянусь. Если не хочешь, не вдавайся в детали Хуана. Зачем? Как зачем? Пойми, для меня это важно. Очень важно сказать тебе об этом, прояснить ситуацию, понимаешь? С тех пор, как это произошло, я еще никогда не испытывала такого стыда ни с кем. Даже со своими родными. Я хотела ходить с высоко поднятой головой, потому что мне нечего было стыдиться, потому что я не чувствовала себя виноватой. Но с тобой ведь все иначе. С тобой мне просто необходимо разъяснить эту ситуацию, рассказать тебе. Потому что я не хочу, чтобы ты ко мне изменился. Мне нужно рассказать тебе, что со мной произошло. Хуана? Нет, пожалуйста, пожалуйста. Дай мне возможность все объяснить. Я хочу рассказать, как это произошло. Я хочу... Хочу смотреть в твои глаза, не стыдясь. Иначе я все потеряю. Я перестану уважать себя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok